Что еще изменится в жизни красноярцев и вообще россиян с 1 сентября? Сегодня в России вступили в силу несколько законов и постановлений федерального правительства. Они коснутся родителей, водителей и владельцев гаражей. Что это за законы, знает мой коллега Дмитрий Ишхозин. Он сейчас в студии. Дима, как сильно изменится наша жизнь? Большую часть этих законов, эксперты говорят, россияне ждали давно. Но самое главное, будут ли они работать вообще, это, конечно, вопрос. Но обо всем по порядку. Начнем с больничного по уходу за ребенком. С 1 сентября такие выплаты на детей до 7 лет включительно будут составлять 100% от вашего среднего заработка, говорят власти. По старым правилам больничный по уходу за ребенком высчитывался по стажу. Чем он больше, тем больше выплата. По мнению депутата Госдумы Виктора Зубарева, такая система казалась несправедливой по отношению к детям. Тоже в этом, как бы, логически была найдена некая справедливость. Но по отношению к родителям, да, если бы родители получали компенсации вот те. Дети, они равные во всех смыслах и не зависят от стажа работы родителей. Поэтому это решение, конечно, и поможет тем, кто недолго работает. И мне кажется, это более справедливый подход к поддержке и помощи нашего детства, материнства. И вообще, поддержки тех консервативных наших базисных ценностей, о которых мы много говорим. В День знаний в России также стартовала пятилетняя гаражная амнистия. Она продлится до 1 сентября 2026 года. По задумке властей, владельцы гаражей могут стать собственниками и земли, и самой постройки по документам. Но есть ряд условий. Закон распространяется только на те гаражи, которые были построены до 30 декабря 2004 года. А сам участок находится, например, в бессрочной аренде у муниципалитета. По задумке законодателей, все это упростит передачу гаража в наследство и его продажу. Однако эксперты отмечают, что узаконить гараж можно было и раньше. А как новый закон будет действовать на практике, пока загадка. Алгоритмов в законодательстве нет абсолютно никакого. Правовой основы тоже нет. Как дальше будет срабатывать судебная практика, непонятно. Но на сегодняшний период времени все, что видно из закона, это следующее. Некие люди, которые пользовались земельным участком и гаражом, должны собрать некий пакет документов, который не обуславливается в законе вообще никак, прийти в уполномоченный орган и каким-то образом без суда доказать, что они правообладатели этого объекта недвижимого имущества. Продолжим говорить про автомобилистов. С 1 сентября штраф за нарушение правил дорожного движения теперь можно будет обжаловать на госуслугах в режиме онлайн. Это сделает процедуру более удобной, говорят инициаторы. Но не придется лично обращаться в отделение ГИБДД и тратить время на заполнение бумаг. Отмечу, еще в 2019 году на госуслугах появилась возможность подать жалобу на судебных приставов и их действия. И с тех пор, как отмечают в сети, это стало очень востребованной функцией. Еще одна важная, скорее не закон, а новость. С 1 сентября в России стартовала гослотерея для привившихся от коронавируса. Участвуют в ней все, кто получил прививку до Дня знаний. Победителям, а их будет тысяча, обещают по 100 тысяч рублей каждому. Для участия делать ничего не нужно, прививка подходит любая. Известно, что разыгрывать деньги будут до 1 декабря. Если вы победили, то об этом вам обязательно расскажут на портале госуслуги. Там же остается только привязать карту МИР, потому что деньги смогут перевезти только на нее. Вот такие изменения нас ждут. Оля? Спасибо, это был Дмитрий Ишхузин с информацией о новых законах, которые вступают в силу 1 сентября.